фрикер клуб фрикер переводится вроде как урод так что если вы будете сильно кому-то надоедать вы должны понимать кто вы все-таки я понимаю что вам будет прикольно когда кто-то будет бегать вокруг машины и кричать что машина не открывается но не надо сильно этим увлекаться скетч будет в группе я его добавлю в документ вот он кстати скетч копировать открываем нашу еще раз arduino запускаем вставляем скетч так прошу заметить что данная цифра 8 это указывает нас на выход дата сигнала то есть управление прошу сейчас обратить на это внимание так сохранять не будем неинтересно вот пошла загрузка правильный скетч все скетч загружен на нашу arduino проблем никаких не возникло далее так это нам больше не нужно так возвращаемся обратно так забыл показать через какой кабель это все делается вот такой вот кабель как на принтерах обычный принципе он в комплекте есть видите его если закажете так все вот прошивка уже у нас на плате получается сейчас объясню что куда и так нам нужно взять во первых вот видите контакт 8 у нас на него записан на него записано управление я вот уже делка да вышелку на другой антенне так далее нам нужно 5 вольт и минус гнд это минус 3 gnd без разницы так это я делал гушуку на вот таком вот модуле модуль или как или антенна называйте как хотите это антенна какой-то сигнализации не помню я прям взял так сейчас по приближе да ну нафиг данную антенну я взял с какой-то сигналки прямо вару вас варварский вырвал выломал нашел контакты плюс минус и дата тут 4 контакта на один контакт вообще даже не впаян как найти контакты может потом объясню я тоже не профессионал но нашел все-таки с трудом со с этим с трудом старанием все-таки нашел так это антенка у нас 5 вольтовая больше на него подавать нельзя ну что мы ее спалим так с китая я заказал вот такие вот модули стоят там рублей 100 но сразу говорю они слабенькие так вот это у нас получается передатчик это приемник приемник нам в принципе не нужен убираем его так здесь все выводы подписаны даже дурачок все поймет так здесь у нас имеется слева дата посередине а cc ой в cc это плюс и гнд минус как вы понимаете тут имеются еще антенки но основная антенна вот здесь не забудьте ее припаять потому что у вас она работать не будет так сразу говорю антенна вот такая вот в данном случае не подойдет почему-то мне не стало с ней работать я взял тупо этот коннектор который в комплекте и тупо его припаял сюда к антенне по идее нужен медный провод в районе 17 сантиметров и данная глушилка у нас при хорошем питании будет давить метров сто но на эту но если дать от сюда 12 вольт эффект будет интересней сюда мы сегодня дадим всего 5 вольт но она работает от чудо 3 по моему до 12 или даже даже от 9 до 16 не помню точно но чем больше мы сюда дадим тем больше выхлопа получится и кстати прошу заметить что здесь тоже модуль сразу видно что с маркировочкой 433 давай 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 ну вот вот тут у нас модулек с 433 92 и так как вы видите здесь стоит модуль 433 передачи для того чтоб наш модуль давил все сигнализации слабые а это 315 433 и 868 можно взять три вот таких модуля сделать скетчи под ряд ну скетчи переделать на три клавиши ой на три выхода и каждый модуль подключить и то есть будет у нас полный диапазон глушить всех сигнализаций но это вообще варварство будет с вашей стороны в данном случае 433 европейская частота поехали дальше теперь нам надо собрать макет вот на такой вот как сказать не знаю как называется на такой план очки сейчас будем собирать и буду объяснять вам да не буду объяснять сейчас сразу скажу так смотрите восьмерку вот восьмерка указанная у нас в скетче это дата это на нашей антенне это дата сейчас там поближе вот видите слева дата вот эту дату вот в этот левый далее 5 вольт это vcc это плюс это 5 вольт можно взять сразу блока питания или от кроны 12 вольт и кинуть на нее на вот эту именно вот на эту потому что она 12 вольт переваривает и минус также брать с блока питания либо же с гнн все зависит от того откуда вы запитаете плюс если запитываете все от arduino то берете пятерку и гнд если вы возьмете 333 это будет слабше сигнал будет дистанция будет намного меньше так ладно давайте я сейчас быстренько воткну так вот втыкаем вот сюда берем наши коннекторы вот я взял три коннектора давайте красный это будет плюс это vcc подключаем к пятерке вот к этой даже можно без разницы далее коричневый это у нас будет минус возьмем гн к подключим к крайней гн и самое важное то дата это то что будет управлять контроллером дата у нас под цифрой 8 вот в втыкаем восьмерочку и втыкаем здесь в параллель с 8 с датой так все вот и наша глушилка принципе собрано теперь самое главное подать сюда стабильное питание в комплекте принципе есть вот такая вот переходничок на питание кроны 9 вольт но я сегодня возьму блок питания на днях из вот такой вот простецкий туда же все стерлось уже ну тут уже стоит так dc это получается постоянный 12 вольт и в крайне это постоянка также есть отцы это переменка переменку ни в коем случае сюда не втыкайте так вот у нас получается все собрано остается подать питание и у нас умрет данный пультик наш сейчас все продемонстрирую и так включил я наш блок питания так все подключено принципе остается только воткнуть бум и все сигнал пошел так ладно сигналом пока остановимся что нам нужно сделать еще раз напоминаю не забывайте припаять антенну потому что глушилка работать не будет так сейчас вам продемонстрирую во первых то что пульт работает что он включает выключает люстру то что работает вот этот пульт управляет также люстрой ну и в принципе все включим глушилку и увидите что все частота 433 в районе 100 метров умерла полностью на дешевой аппаратуре на дешевых сигнализациях на библиотек или как правильно на на коде кейлок на старинном коде можете вбить в википедии все что я говорю можете вбивать в википедии и умничать я эту хуйню вижу первый раз и принципе я с ней уже работаю так что вещь отличная далее перед демонстрация я вам еще скажу что у меня намечается полная ледализация то есть я хочу в квартире сделать в машине много светодиодной подсветки и все сделать это интересно очень охота сделать все это интересно потом с помощью arduino можно сделать умную подсветку телевизора это как на дорогих телевизорах есть такая подсветочка знаете как она в стену выбирая фон отсвечивается в стену вот такой охота попробовать проект ну и по мелочи там роботы не роботы и хочу напомнить что у меня еще с музычкой все так тяжело пока сейчас я уже занимаюсь уже можно сказать сегодня закончу генератор ну то есть крепление генератора нестандартная будет я думаю приятно удивлены моей установкой ну в принципе на быстрее все делать и валить гаражик правда снег идет на фигула но давайте сейчас продемонстрирую вам как работает люстра и так вот наша люстра издалека получается так вот смотрите блин как сделать то пульсу чтобы видно пульта было ну ладно давайте так на веру будете так нажимаем чик 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 выключили включили выключили включили выключили далее я подключаю нашу чудо глушилочку и поехали огонек моргает но толку никакого вообще ноль эмоций так нажимаю reset на платье то есть сбрасываю на какое-то время начнет работать вот смотрите вот нажимаю сейчас включится вот все рассет больно быстро прошел так выключаю все работает снова вот такая ребята не замысловатая глушилка на частоте 433 созданная на arduino uno это arduino uno все ссылочки на контроллер и на плату будут в описании скетч добавлю в группу либо кину прямо в комментариях чтобы вам проще было этот пультик тоже вам найду и кинул в описании чтобы могли заказать ну и принципе сегодня все если вам понравилось видео поставьте обязательно лайк обязательно подпишитесь это не первый не последний это первый но не последний проект на arduino все всем пока всем удачи ребята субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok